На улице Мороза в школе непривычно тепло. Индивидуальная газовая котельная позволяет не только в любое время обогреть помещение, но и довольно прилично сэкономить деньги. Своё тепло для школы села Стрелкова Адского района стало весьма кстати. На улице минус 27 градусов, да, и мы видим, что необходимо в школе было прибавить отопление. Мы, пожалуйста, сами взяли, прибавили данное отопление. Если мы раньше платили до 50 и 60 тысяч рублей, то за декабрь месяц мы сразу заплатили намного, в разы меньше, то есть это порядка 20 тысяч. В три раза. Плюс к этому школа практически ни от кого не зависит. Газовая котельная полностью автоматизирована. Её, что называется, в деле оценил министр жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса региона Александр Байер. В учебных классах теперь постоянно тепло. Это уже ощутили как сами школьники, так и преподавательский состав. Прежде у нас с осенью было прохладно, так как работала старая котельня, и дети одевали тёплые кофты, в общем, одевались теплой, и мы сами не могли приобуться. Сейчас, в данный момент, у нас всё замечательно, тепло, светло, уютно. Нас отпускали домой, и мы даже некоторые дни не ходили в школу. Родители одевают полегче, уже теплее стало. Такая же ситуация и в сельском детском саду. Переход на индивидуальное газовое отопление позволило дошкольному учреждению уйти от старой котельной, которая уже не справлялась. Работало оно не на полную нагрузку, в общем-то, лишней мощности, понятно, загружалась. Реализация программ газификации позволила региону стать одним из лидеров по стране. Уровень снабжения Нижегородской области голубым топливом выше среднероссийских показателей почти на 20%. Поэтому и такие технологии, как индивидуальное газовое отопление, на сегодня весьма актуальны. Мы все время ждем отопительного сезона, а ему не надо ждать. Когда ему нужно включил, температура держится в течение нескольких дней, меньше 8 градусов. Он включает. Если жарко, ему включает. Плюс твердое совершенно понимание, что он платит только за то, что он сам потребляет. И не зависит ни от каких расчетов, тарифов, общедымовых каких-то нужд и так далее. Поэтому со всех сторон это правильное направление, но его мы реализуем только в согласии жизни. Только в прошлом году под замену пошли наиболее изношенные котельные в пяти районах области. Это стало возможным, когда жилые дома и объекты социальной сферы перевели на индивидуальное газовое отопление. Кстати, в реализации этой программы привлекаются средства иностранных инвесторов. Задача была собрать минусов, но практически никто ничего в минусах мы не находим. Как только финансовые рынки страны оживут вновь, то я думаю, что мы будем в состоянии значительно ускорить саму программу перевода на индивидуальную газификацию. Глава региона уже дал соответствующее поручение на текущий год. К слову, по итогам 2014 уровень газификации Нижегородской области составил почти 85%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Нижегородской области